МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Изменений в работе КПП пока нет. Профилактика коронавируса, как Центр ЖКХ проводит дезинфекцию подъездов. Причине не вреда здоровью и мошенничества сотрудники полиции подвели итоги первой недели самоизоляции. Далее расскажем обо всем подробно. В Сарове действует ограничение всех видов временных и разовых пропусков, гостевых разрешений, за исключением тех, что необходимо для функционирования работающих организаций. Лицам необходимость присутствия которых в городе подтверждена, разрешение будет подписано. Списки должны поступать в администрацию Сарова еженедельно, не позднее 14 часов среды. Ограничения не распространяются на лиц, въезжающих специальным транспортом. Это пожарные машины, полиция, скорая помощь, специальные перевозки. Также приостановлено действие постоянных пропусков у тех, кто находится на карантине. Напоминаем, что на территории Нижегородской области действует режим самоизоляции. Разрешается следовать к месту работы, на легковом автомобиле, к дачному участку и т.д. Полный перечень опубликован в указе губернатора номер 50 от 3 апреля, пункт 6.5. Нарушение режима самоизоляции может повлечь за собой административную ответственность. Кроме того, с 5 апреля гражданам, вернувшимся в Саров из регионов России, относящихся к неблагополучным, нужно сообщать о себе по телефону 97777. Сюда относятся Москва, Московская область, Пензенская область, Санкт-Петербург. В случае изменения этого перечня будут даны дополнительные разъяснения. Других ограничений в работе контрольно-пропускных пунктов в настоящий момент не введено. По состоянию на 6 апреля в Сарове не выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 59 человек находятся на карантине. 4 саровчанина лежат в больнице под наблюдением медиков. В Нижегородской области за выходные зафиксировано 22 случая заболевания. Две женщины 80 и 83 лет скончались. У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания. В частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет и шимическую болезнь сердца. Медики делали все возможное, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра. Но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний, сообщил губернатор Глеб Никитин. Утром 6 апреля стало известно еще о 9 заболевших нижегородцах. Напомним, что правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа. stopcoronavirus.rf Он информирует граждан о профилактике лечения и текущей эпидемиологической ситуации. На сайте представлены все актуальные новости, документы министерств и ведомств, видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы. Помимо статистики заболеваемости, на сайте описаны основные симптомы коронавируса нового типа и даны рекомендации о защите от заражения. К другим новостям. В период пандемии повышенное внимание профилактике уделяют в том числе и управляющие компании. Они обеспечивают безопасные условия для проживания в многоквартирном доме. В их обязанности входит дезинфекция общего имущества, направленная на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний, сообщили в Минстрое. В условиях пандемии такие работы могут проводиться чаще обычного. Это решает местное подразделение Роспотребнадзора, глава региона или сама управляющая компания. Более 600 многоквартирных домов в Сарове находятся в ведении центра ЖКХ. В условиях пандемии управляющая компания старается обеспечить все максимально возможные меры профилактики, чтобы избежать распространения инфекции. На нас возложены дополнительные обязанности. В этом режиме мы должны производить дезинфицирующую обработку всех контактных поверхностей в многоквартирных домах. Обработки подлежат дверные ручки, вернее, ручки входных дверей, перила, лещных клеток, первые этажи, лифтовые кабины, пульт управления лифтом, пульт управления домофоном, холлы первых этажей. Все это специалисты обрабатывают дезинфицирующими растворами, обладающими бактерицидными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Ну и центр ЖКХ, конечно, сейчас, на сегодняшний день, прикладывает все силы, чтобы обеспечить запас дезинфицирующими средствами, значит, индивидуальными средствами защиты своих работников. Ну и хочется одновременно, значит, обратиться и к горожанам, и к населению нашего города, чтобы все-таки люди соблюдали личную гигиену, контроль самоизоляции и, конечно, максимально ответственно относились к мерам и профилактике против новой коронавирусной инспекции. То есть, я думаю, что все вместе мы с этим справимся. Санитарную обработку сотрудники центра ЖКХ проводят ежедневно. Также каждый день качество уборки контролируют специалисты управления. По всем вопросам горожане могут обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 9-33-33. Екатерина Пенова, Евгений Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Из-за угрозы коронавируса первая поликлиника ограничила прием пациентов. С этой недели там отменяется запись на плановые консультации специалистов через портал пациента. Также временно приостановлена вакцинация, диспансеризация, оформление санаторно-курортного лечения. Гражданам, получающим льготное лекарственное обеспечение, можно заказать очередную выписку рецептов дистанционно по телефону 9-55-65. Беременных женщин по согласованию с лечащим акушером-гинекологом будут наблюдать на дому. Консультации врачей-специалистов проходят только по назначению лечащего врача с предварительной записью из его кабинета. Правительство установило максимальные размеры для кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от пандемии, смогут обращаться в банки для получения кредитных каникул. Для потребительских кредитов физических лиц это 250 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей 300 тысяч. Предельный размер автокредита под залог автомобиля установлен в 600 тысяч рублей. Напомним, заемщики имеют право на кредитные каникулы сроком до полугода, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами в предыдущем году. С заявлением в банк можно обратиться в любой момент времени не позднее 30 сентября. В Нижегородской области заработал многоканальный номер, по которому граждане могут решить вопрос с выходом на улицу в условиях всеобщей самоизоляции. Звонки принимают по телефону 8 930 215 1111. Граждане, у которых нет смартфона, могут подать заявку на перемещение по номеру 112. Кроме того, оформить разрешение в формате QR-кода можно на сайте карты жителей Нижегородской области или через одноименное мобильное приложение. Саровчанин в состоянии алкогольного опьянения напал на водителя скорой помощи. Мужчина хотел, чтобы его довезли до дома. Получив отказ, он ударил сотрудника больницы. Полицейский проводит проверку. Чем еще запомнилась в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Сразу три заявления о телесных повреждениях на минувшей неделе поступило в полицию. В основном причиной был бытовой конфликт. В первом случае женщину ударил в бедро ножом сожитель. Также телесные повреждения между сожителями были зарегистрированы 1 апреля в 17.40 от гражданки П. По месту жительства сожитель, гражданин Т, причинил телесные повреждения. Серьезных телесных повреждений в этом случае нет. Незначительные ушибы, синяки. Еще один конфликт произошел на улице Солнечной между двумя сверстниками. В ходе ссоры один из них ударил автомобиль второго несколько раз кулаком. Автомобиль правильно был припаркован, без всяких нарушений. Причины здесь личные взаимоотношения. Продолжают сыровчане попадаться и на уловки мошенников. Злоумышленники работают по старой схеме, звонят потерпевшим и представляются сотрудниками банка. После чего обманным путем узнают коды карточки и похищают с них денежные средства. Таким образом сыровчанин лишился 24 тысяч рублей. Сообщили, что с его кредитной карты проходит списание денежных средств в счет оплаты товаров с онлайн-магазина. Для того, чтобы отменить данную операцию, необходимо использование его биометрических данных. То есть его голоса, которые он записывал в банке. Мошенники просили его несколько раз сказать, для того, чтобы ноты голоса, то есть биометрические характеристики совпали в нескольких параметрах. На дорогах за минувшую неделю произошло 4 ДТП с материальным ущербом. В двух пострадали люди. Одна авария случилась на дороге 203 в сторону 4 КП. Водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением. Выехал на встречную полосу, где столкнулся с БМВ. В результате водитель Hyundai скончался на месте. Водитель второй машины получил телесные повреждения в виде ушибов, конечностей. После осмотра врачами был отпущен домой. Кто виноват, будет определять следственный отдел по результатам проведенной проверки. В настоящее время материал находится в следственном отделе нашего управления. Вторая авария произошла на улице Зернова. Водитель 50-го года рождения, управляя автомобилем Hyundai Tucson, потерял контроль над управлением и наехал на ступеньке крыльца здания. В результате ДТП водителя доставили в приемный покой. Позже он скончался в реанимации. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Из-за ситуации с коронавирусом изменилась деятельность волонтерского центра «Радость моя». Добровольцы больше не дежурят на гуманитарном складе, не навещают больных в отделении сестринского ухода, прекратили благотворительные сборы и подготовку к Пасхе. Все силы волонтеры направили на помощь пожилым саровчанам и тем, кто находится в группе риска и не может уйти из дома. О том, как построена работа центра в эти дни, расскажем далее. Защитить старшее поколение от коронавируса и помочь бабушкам и дедушкам с доставкой на дом продуктов и лекарств. Эту задачу поставили перед волонтерскими объединениями города. Нашлись дела и для добровольцев центра «Радость моя» и друзей их группы. Волонтеры прошли инструктаж и онлайн-обучение, получили сертификаты. Координирует их работу комплексный центр социального обслуживания населения. По телефонам граждане пожилого возраста и инвалиды оставляют заказы. Если у волонтера есть свои собственные средства, он получает список продуктов по телефону, едет за ним в магазин. Если доброволец в деньгах ограничен, приходится ездить к человеку дважды. В случае с лекарствами волонтеры обязательно берут рецепт, поскольку нельзя напутать с дозировкой. Если рецепта нет, сообщают в центр. Этот вопрос берут на контроль и помогают вызвать врача. Каждому волонтеру выдали индивидуальные средства защиты – многоразовые марлевые маски, перчатки, антисептики. Кроме того, поступили звонки от нуждающихся людей, которые лишились доходов и не могут купить еду. Им передали часть продуктов из гуманитарного склада. В каждом конкретном случае разбираются индивидуально. По всем вопросам горожан просят обращаться по телефонам 6-94-41 и 6-94-39. Меланома – смертельно опасная форма рака кожи. Она быстро развивается и дает метастазы в другие органы. При подозрении на меланому важно как можно раньше поставить диагноз. В нашей стране за 20 лет число пациентов с меланомой увеличилось в 2,5 раза. Еще несколько десятилетий назад это заболевание выявляли в основном у людей солидного возраста. Сегодня страшный диагноз все чаще слышат пациенты до 40 лет. По статистике вообще занимает третье-четвертое место сейчас и у мужчин, и у женщин. С чем это связано? Ну, в первую очередь, это экология. Очень много у нас наркоманий развивается, алкоголизма. Поэтому будущее поколение у этих людей, конечно, рождается уже с проблемой иммунитета. А проблема иммунитета приводит к тому, что возникают различные хронические заболевания, в том числе и онкология кожи. Профилактический осмотр кожных образований необходимо проходить раз в год. Врачи говорят, что 50% заболевших меланомой не удается спасти из-за позднего обращения. При ранней диагностике болезнь излечима в 90% случаев. Пройдет или это не страшно, это можно только на словах сказать. А что именно это такое, это только может узкий специалист, доктор посмотреть и сказать, что да, нормально, не трогайте, будем наблюдать. Не надо бояться этого. Почему? Потому что первые стадии даже злокачественных образований можно иссякать, ну, различным методом вылечить. Также показаться врачу следует через три месяца после возвращения из жарких стран. Если родинка асимметричная, с неровными краями, кровоточат, меняет цвет и размер, с визитом к специалисту лучше не тянуть. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго. Берегите себя и оставайтесь дома.